Завтра начинается новый учебный год, все с волнением ждут это событие, дети и родители, я уверена, что администрация школы тоже. Думаю, что вы подготовились, вам есть чем удивить и обрадовать и детей, и родителей. Расскажите, пожалуйста. Ну, я вам скажу, действительно, уже, казалось бы, из года в год мы проводим эти линеечки торжественные в сентябре месяце, но каждый год это тоже определенное волнение. Все, что касается готовности, конечно, завтра мы с огромным удовольствием вот как раз на этой площадке встретим, а в этом году это 705 учащихся у нас в школе. Ну, и, соответственно, практически такое же количество, она иногда и больше вмещается вот на нашей торжественной линеечке. Все, что касается подготовки в этом году, действительно, проведена колоссальная работа. У нас порядка более 50 кабинетов задействованы в образовательном процессе, это, в принципе, вот та основа, которую мы готовим для учащихся. То есть все ремонтные работы, подготовительные, они выполняются в летний период, и, соответственно, участие в этом принимали и родители, и технические персоналы, и, конечно же, сами педагоги. На сегодняшний день у нас 100% готовность к учебному году. Вот, много есть, конечно, того, что еще хотелось бы реализовать, но и достаточно много реализовано того, что было запланировано. Определенная, скажем, есть особенность нашей школы, что, и мое мнение, что театр начинается с вешалки, школа начинается с территории. Я думаю, вы убедились в том, что наша территория действительно выглядит по-своему, европейский стиль, и это очень нравится жителям нашего микрорайона, потому что, как бы мы ни хотели, но школа является социальным объектом и для посещения и так далее. Поэтому, конечно, вот этот этап для нас не безразличен, есть целая программа. Ну и, соответственно, все, что касается внутреннего содержания школы, оно отображается с таким же подходом. Свой определенный стиль, свое отношение, своя религия, как я называю. Вот, поэтому все, что касается материальной части, да, затрат, у нас порядка 45 тысяч в этом году истрачено средств, материальных средств, денежных средств на подготовку школы. Скажите, пожалуйста, а как ваша школа относится к использованию гаджетов во время образовательного процесса? То есть, с одной стороны, родители стараются увести детей подальше от этого, да, и занять их действительно спортом, творчеством. А как в школе к этому относятся? Все, что касается здоровья, оно неразделимо. Гаджеты и современные требования абсолютно поддерживают то, что сегодня на современном этапе используемые гаджеты могут быть, как раз, иметь очень положительный эффект. По одной простой причине, что сегодня достаточно много программ, приложений, которые адаптированы под каждый практический учебный предмет. И это только дополнительные возможности. Мы даже предлагаем, но опять же, это финансовая составляющая, иметь возможность в каждом классе, у каждого ученика, именно для образовательного процесса. Давайте не путать то, что использование гаджетов для развлечений, а именно полезность их при использовании дополнительной возможности именно в образовательном процессе. Вот школа будущего, да, это школа, куда дети приходят с планшетом, гаджетом, и учебник будет уже просто как дополнение? Либо все-таки гаджет останется дополнением к учебнику? Я противник однозначно односторонности, потому что сегодня, ну, в равной степени мы перестанем читать книги. Но никто не убедит меня в том, что информацию, получаемую с обычного гаджета, можно сравнить с тем, когда ты просто читаешь книгу, когда ты анализируешь, это дает возможность совсем другого развития и восприятия. Поэтому должны использоваться абсолютно разные формы, они должны и имеют право на то быть. Главное, какой эффект от того, что используется, дает возможность человеку в развитии. Поэтому, конечно, здесь, я думаю, все будет меняться, все будет только развиваться, но все равно основа как-то останется. Книги не уйдут, вот, но, может быть, немножко поменяются формы, мое мнение. Ну, тогда нам остается пожелать, чтобы все изменения, которые будут происходить в вашей школе, они были позитивными, они на ура воспринимались и детьми, и родителями, и чтобы педагоги тоже умели, владели современными технологиями. Тоже немаловажно, да, чтобы они могли синтезо это разумно соблюдать. Вы абсолютно верно подчеркнули маленькую проблему, что наши учащиеся идут немножко в использовании, в практике использования гаджетов чуть-чуть впереди. Учителя немножко, а тем более учителя уже с опытом работы, им приходится перестраиваться, и это необходимо. То есть нужно вместе с ними расти, развиваться, и тем более приобретать навыки использования современной техники в образовательном процессе. Спасибо вам большое, Александр Валерьевич, за очень интересную беседу, и поздравляем вас с началом учебного года. Спасибо огромное. Всем завтра хорошей погоды, солнечного настроения. Ну, цветов, я думаю, будет достаточно, которые украсит все линейки во всех учреждениях нашего города, области и республики.